Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Главное, чтоб шло там. Так, события... Нем. Номер 459. Иоанна. Пятая глава, 44 стих. А славы, которые от единого Бога не ищете. Это как эпиграф ко всему. За 15 марта 2017 года. За вчерашний день. Ну, краткое объявление. Когда по скайпу можно заходить с 4 до 16. Кто ждет разговоров по скайпу, должен сначала написать тут же в скайпе снизу. И спросить, когда я буду свободен. И не звонить ни в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Это ко всем. Вот. Сообщение разрешается в скайпе сделать. Не чаще, чем один раз за неделю. То есть у меня правило особое мешает. Иначе она извинится, стущит здесь. И вот вчера переписка была с одной девушкой. Она у нас крещение принимала. Уехала. Екатерина. И она пишет. Мир вам, Игнат Тихонович. Как я уже вам говорила, в одной деревне проводила библейские уроки у детей в общеобразовательной школе. Как-то я разучивал с детьми песню «Как же попасть мне на небеса». Из-за этой песни родители все встали на уши, в кавычках, сказав, что песня призывает к суициду. Позже обвинили в протестантизме и пожаловались в горыно. Вот так. В городе верующие, когда узнали об этом, начали звонить мне и хулить, сквернословить и клеветать баптистов. Иначе, Игнат Тихонович, я могу посещать собрание баптистов. Потому что? Потому что не могу ходить в храм и слушать клевету на баптистов. Но переходить к ним не буду. Игла. То есть я отвечаю ей. Что так обошлись с тобой, дорогая наша сестра Екатерина, то верю в написанное тобой. Что так обошлись с тобой. Ударение такое на так. Что так обошлись с тобой. Вот это я верю. Я знаю, что так же было. Ну и привожу несколько мест в Писание, на которые она должна уповать Господу. Он это говорит. 1 Иоанна 4,5 Они от мира, потому и говорят по-мирски. И мир слушает их. Иван Гриотянов 18,37 Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего. Михея 2,11 Если бы какой-либо ветерник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Вот так. А что они о суициде заговорили, то надо тут вздуматься. Это не они сами от себя говорят, а просто дух лжи иной смысл вкладывать в слова Священного Писания, который тоже о том говорит. Галатам 6,14 А я не желаю хвалиться разве только Крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Распят, то есть и я для мира, то есть речь идет о смерти, суицид. Пожалуйста, и добровольно это. Об этом говорит нам Священное Писание. Филиппийцам 1 глава 23 стих. 22 еще, да, тут? Да. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не зная, что избрать, влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Вот, разрешите, а что такое? Ну, желаю умереть, имею желание. Ну, что, как желаешь? Ну, смерти нету, опять могут придумывать что-нибудь и сказать. Филиппийцам 1,21 Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Ну, это явно, что суицид. Смерть приобретение, то есть смерть это награда. Смерть несет все плоды. Я говорю, что они обвиняют, только не знают, как это выразить. Дальше. А тех, кто иначе понимает слова Святой Библии, им дам ответ. Галатам 5,10 Я уверен о вас, в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Вот и все. Ходить можно и к баптистам. Полезно везде можно найти. Но никогда не ходить туда одной. Но только по благословению священника. И чтобы человека три, кто силен будет иеретиков, наставить на путь истины. Одной никогда не ходить с иеретиками, к иеретикам. Или еще куда хуже. Екатерина Т. Спаси Христос. Дальше. Екатерина Т. Игнатий Игнатьевич. Верующие хотят, чтобы я признала, что неправильно проводила занятия. Говорила не то. Мне надо это признать. И что касается песни, надо признать, что не надо было разучивать с детьми. Игла. Игла. Ты говори там, полностью называй, как что он означает. Игнатий Лапкин. Мне непросто ответить, потому что нет видеозаписи ваших бесед и песнопений. Хотя бы вкратце дай содержание здесь, и тогда будет видно. Но если окажется, что ваше занятие просто не совпадает с чем-то мнением и песнопения, хотя и вполне добротное и полезное, но не одобряется православными, то не спеши связывать себя, иначе как раз и будешь опустошена и даже не на день. Жду сообщения, Игнатий. То есть не просто так вот, я каюсь, не так делал. А ты делала так, а теперь каешься, ты от Бога отрекаешься фактически-то. Что он тебе дал? Екатерина А.Т. Люди против песни «Как же попасть мне на небеса?» И против того, что я однажды сказал бабушке о свечках. Я сказал, что не обязательно молиться со свечкой, что свеча не жертва Богу, жертва Богу наша жизнь, жертва Богу сердце сокрушенное и смиренное, свеча только литургическое творчество, служащее для красоты. В центре жизни должен быть Христос. И верить надо по слову Божьему. Она ничего тут не сказала другого. Вот выступает Владимир Головлин в городе Болгарии. Говорит, а что дают свечки? Ничего кроме копоти-то они не дают. Ниоткуда не сказано, что они должны быть. Так же с детьми разучивали песни. Один построил свой дом на скале по евангельской притче. У другой помню только припев. Надо сердце чистое, надо душу чистую, надо совесть чистую в небо донести. Так же на первом занятии раздала Новые Заветы, Синие, издательство «Гидион». Уверена. Уверена, что 2-й и 3-й класс способен понять Новый Завет. Уроки были по темам о сотворении мира, Каине и Аввеле, Новом Ковчеге. Говорил о Сретении. Одно занятие проводила по баптистской брошюре. Это нужно знать всем детям. Однажды давала задание по баптистскому детскому журналу «Светильник». Там надо было расшифровать библейский стих. На последнем уроке говорила о Ветхозаветной и Новозаветной Пасхе, Великом Посте, о Голгофе и искупительной жертве Христа. Меня хотят оставить проводить уроки, но я должна буду проводить уроки по плану, которые должна составить одна женщина с епархии. Я отказалась. И почему-то... Потому что... А, потому что с виду она обмерщенная. Обильно пользуется косметикой и стрижется. Сомневаюсь, что в том плане будут темы о Христе, Библии, о спасении. Кстати, священник, который меня благословлял, запретил проводить уроки по Библии. Сказал, что детям рано их проводить, но дети восьмых десяти лет и все могут понять. Понимаете, если бы говорил кто-то, а то на практике православие практически вне библейского веяния. Видите, как вот один человек наконец... Бог дал такого человека, которому, если ничего нету, криминально, все правильно. Но у нас принято так, зачем Библию-то? Авторитета нет, поэтому рано или поздно эти дети будут на задворках. Игнатий Лапкин. Если ничего криминального не было, то идти на поводу ее нового учения следует ли? Пусть и программу покажут. Подожди, и тогда можно будет увидеть, чего они от тебя хотят. Екатерина Т. Мне говорят, надо проводить занятия по православному. Я знаю, что это такое. В детстве я была в воскресной школе, и о Христе там не говорят, и о спасении. Нет слова Божия. Вот это она правильно говорит. Даже одна молодая сестра в церкви, когда увидела, что я готовлюсь к урокам по баптистским книгам, очень осуждала. Она питает ненависть к баптистам. И однажды поехала со мной в деревню, и там, прочитав баптистский журнал для детей и светильник, признала, что они прекрасно говорят о любви Божией, о Христе, о христианском пути, чего не хватает православным воскресным школам. В детстве она ходила в воскресную школу. В воскресную школу? Ваша, вот впереди же рядом тут стоит. Да, я сказал воскресную школу. Да. Игнатий Лапкин. И все же нужно получить от них программу, которую они обещают. А кто уж там автор, это пока не на виду. И тогда все рассмотреть во свете Святой Библии. Если даже будет все расписано от А до Я, то и в эту программу можно будет внести самое необходимое о любви ко Христу, о бескупительной жертве Сына Божия, о любви к Слову Божию и петь хорошее песнопение необходимо. Если нет выбора, ибо если не так, то они вам закроют вход. Иеремия 15, 19. На сие так сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценного из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. Вот и здесь программу составлять, они тебя будут просить. Все же лучше попробовать получить их программу, а в нее потом и вписать самое необходимое, чем тебя наградил Дух Святой. Нужно быть мудрым и проницательным, не жестокосердным, какие ныне в пресловутых миссионерских отделах, в этих пропастях адских. Екатерина Тинникова, я буду проводить, а меня снова обвинят в протестантизме и вообще священник, который благословлял, запретил по Библии проводить уроки. Эти темы, по которым проводил уроки и которые я перечислил, он изначально не благословил. Больше я не стал ничего писать, все сказано. Дождаться надо программу и тогда видно будет. Дальше. Юрий Соболев, мир вам, Игнать Тихонович. Сегодня беседую со своим директором. У нас хорошее отношение. Который говорит, а ты знаешь? Знаешь и называет какую-то фамилию. Да, говорю, в одном доме живем. А что такое? Когда я ее о тебе спросил, она сказала, знаю, но они же сектанты. Я рассмеялась и заверила, что ты не сектант. Вот такую награду ныне получил. Значит, не теплый, хотя бы с виду. Он принял как радость. Дальше. А я отвечаю, что это такое, почему они так говорят, почему нападают. Инатий Лапкин, Дворкинская Блевотина затопила РПЦ по макушку, как помойную яму. Надежда Лапкина, мне сейчас позвонила Ю, что можно в школе или в учебных заведениях пойти хочу к детям, скучая очень. Игнатий Лапкин, пока опасно. Надежда Лапкина, какая опасность, в чем? Я к старшим не хочу и не хочу, а с малышами проводить занятия на классных часах только разрешили. Ну, позволь. Игнатий Лапкин, пока лед не растает, ни шагу из дома. Осиротишь меня под старость. Надежда Лапкина, я дома, слава Богу за все. Встречи прошли отлично, и все, что надо было сделать, сделала. Спаси Христос. Я потом разрешил, она пошла. Игнатий Лапкин, понятно. Надежда Лапкина, благослови меня пойти с Ниной, родной сестрой ее, показать ей, куда, что надо ей. Она сегодня уезжает в Потеряевку, а на той неделе приедет на операцию. Игла, с Богом. Священник Петр Михайлов. Игнать Тихонович, здравствуйте. Скажите, как можно скачать на компьютер одним файлом всю Библию, что вы начитали в аудиоформате? Я обнаружил, что ваше прочтение книги Бытия добавлено на сайте Библии онлайн. Онлайн. Да. И оказалось, что слушая Библию, обращаешь внимание на те слова, на которые не обращал при прочтении. Вот так. Игнатий Лапкин. Вся начитанная мной Святая Библия находится здесь, на нашем библейском православном сайте. Звук и видео. А вот как скачать, это лучше спросить у наших модераторов и администрации наших ресурсов. И показал фамилию выйди на него Василий Лапкин, племянник. Вот так. А это к чему относится? А это Сергей Козлов парализованный, говорит, во славу Божьей. Он беседовал с одним там Владимиром фамилия его Скок. И говорит, дайте мне комментарий на этот ролик. Вон там 59 минут, час. Я вчера уже спать готовился и пришлось прослушать от корки до корки. И это дает теперь комментарий. Напиши комментарий. Комментарий на ролик Сергея Козлова. Сергея Козлова. Но я не боюсь его фамилию называть, потому что он крепкий. На него стали нападать, что он со мной знает. И вот вчера его там хвалили, то другой тут сразу говорит, и меня бесноватым писали. Но они бешеные эти с миссионерским отделом. Двоеточие? То есть, двоеточие. А вот это пониже. Хорошо. От сатаны все эти отделы-то. Потому они такие злобные нападают. Я пишу комментарий. Еретик скачет по ухабам и провалам. От слов, сказанных братом Сергеем, он не воспринял ни слова. Титул 3.10. Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что такое разратился и грешит, будучи самоосужден. Самоосужден. То есть, суицид совершил над собою. Вот кто. Упиваясь эретическим заблуждением, только в этой беседе допустил он более двух десятков мест Святой Библии своим лже-толкованием, самоизмышленными туманными предположениями. Интерес к Израилю у них не случайен, потому что, извергая истину прочь, они полностью предались иудейским толкованиям. И отсюда ясно видно, что это предчетия антихристовой, продавшую душу дьяволу. Как страшно оказаться вне церкви Христовой, в которой только и есть истинная благодать Божия и истинное толкование разумения священного писания? Вот вчера за день у меня сколько было, но это еще не все. Сколько было разговоров и проще. Переписка. Ну и показать на наши ресурсы. Сразу не заметил опять, во сколько началось. Ну ладно, 52. По крайней мере, полчаса не прошло еще. 18 минут прошло. Ну, 18 я напишу. Вот, 18, 52, 51, 52, 35, 17, 53, 53, опять, 18, 50, 50, 50, 50, Хорошо. Наши ресурсы показать. Это мой мир. Вот оно. Большой очень ресурс Я в шапке И здесь можно переписываться, найти Второе у нас большое Это Форум Вот он, православный форум Было 1600 тем Посмотреть надо И вот Сегодня ночью я это поставил Как всегда 6 видеороликов Ну и большие ролики Там 1 час 15, 53, 56 1 час 24 минуты 31 Ну то есть большие очень И 6 А вчера где-то 10 примерно Потому что поступили Видеоролики с Потеряевки Там показал Ну и последнее Это Самый богатый у нас православный библейский сайт Восвете Библии А самое ценное здесь Вопросы Вот И теперь эти вопросы По разным 55 папок разнесены 4124 вопроса Ответа Вот Сейчас о смерти речь идет Смерть И вот Теперь я буду открывать Тут у меня какие есть эти Вопросы Их будем озвучивать Считаем Вопрос 1552 6 том Открытый боком Наш отец Похоронен в Киргизии Пишут мне Теперь наши почти все Переехали в Россию Стоит ли тратиться на то Чтобы перевести Прах отца И похоронить рядом С его родителями И с нашей мамой И не грех ли Перевозить останки человека С места на место Что это дает Ответ Нас должно Интересовать Только мнение Бога Которое Отображено На страницах Его книги То есть Святой Библии Евреям 11.22 Верую Иосиф При кончине Напоминал Об исходе Сынов Израилевых И завещал О костях своих То есть Чтобы вынесли Оттуда Деяние 7.16 И перенесены Были в Сихем И положены Во гробе Который купил Авраам Ценуя серебра У сынов Имора Сихемова Исход 13.19 И взял Моисей С собой Кости Иосифа Ибо Иосиф Клятвую Заклял Сынов Израилевых Сказав Посетит Вас Бог И вы с собою Вынесите Кости мои Отсюда Ну не меня А кости Потому что Плоти то никакой Нет Только кости Высоши Перезахоронение Есть в любой нации В любой В любой религии Кроме Индонезии Где все трупы Съедаются Птицами И кости Сжигаются Православная Церковь Торжественно Проводит Перезахоронение Когда в этом Есть нужда И когда Месту захоронения Угрожает Затопление Или уничтожение Кладбища Бытие 47.29 И пришло Время Израиля Умереть И призвал Он сына Своего Иосифа И сказал ему Если я нашел Благоволение В очах твоих Положи руку твою Под стегну мою И клянись Что ты окажешь мне милость И правду Не похоронишь меня В Египте После гибели Самсона С врагами его Привозят С чужбины С чужбины домой Его привозят С чужбины домой Судей 16.31 И пришли брать его И весь дом Отца его И взяли его И пошли И похоронили его Из других стран Старались всегда Привозить Кости умерших Которые уже И телами Назвать Нельзя было Второй царств 21.14 Слава Иисусу Христу И похоронили Кости Саула И Анафана Сына его И кости Повешенных На солнце В земле Вениаминовой В целом В огробе Киса Отца его Христиане Выкупали За большие деньги Тела своих Братьев и сестер И торжественно Хранили их Если есть деньги И разрешение Тамошних органов На вскрытие могилы То ничто не препятствует Этому совершиться Конечно же Хорошо Когда все родственники В одном месте И панихиду Удомно совершать И поклониться Праху родных Четвертое царство 23.30 И рабы его Повезли его Мертвого Из Мегидиодона И привезли его В Иерусалим И похоронили его В гробнице его Интересно Мегиду Новое слово Я уже с допинкой считаю Что это интересно Кого тут Все буквы знаешь Вот привык ты на это Просто ломай себя Вот я хочу ответить Смотрите Раз Два Три Четыре Место Отвечаю Пять Шесть Семь Вот чтобы ответить Семь мест Святого Писания Привожу Ничего своего-то нету И почему на меня Так лютуют Священники Потому что Во свете Вот этих ответов По Библии Их ответы-то Никакие Не то что Блеклые Или какие А никакие Совершенно бывает Не туфть Зарулит Поэтому Понятно Что их Такое отношение Вот Теперь Берем второе Вопрос 1021 Какого цвета Материал Для Бибки Гроба Говорят Что красный Нельзя Почему Это третий том Открытым окном Третий том Открытым окном Ответ Старые люди Говорят Что раньше Никогда Гробы Не обвивали Зачем Червям Это не нужно Евреи Хоронили Вообще Без гробов В нашем Понимании Гроба Тело Просто Было Обмотано Площницей И лежало В камере Высеченной В скале Совершенно Открытым Взором Нужно Отказаться От этого Расточительства Матфея 23 27 Горе Вам Книжники И фарисеи И лицемеры Что Подобляйтесь Окрашенным Гробам Которые Снаружи Кажутся Красивыми А внутри Полны кости Мертвых И всякой Нечистоты Как мы Жили Лицемерили Хотели Казаться Лучшими Чем Есть На самом Деле То Это Украшение Перенесли И на Гробы Для Себя Я Это Категорически Запрещаю Делать И повторяю Чтобы Гроб Мне Сделали Самых Негодных Старых Досок И Схоронили Меня В моих Старых Кирзовых Сапогах И в Тюринной Робе Это Знак Напоминания Того Что В кавычках В обойме Христа Я Исполнял Роль Чернорабочего Ассенизатора И я Этой Своей Должностью Находясь В основании Общественной Пирамиды Совершенно И вполне Доволен Вот это вот Прочитал Сейчас Категорически Закнулся Ты его слово Знал А ну Произнеси его Категорически А почему Когда написано Спотыкаешься Ты совершенно Ну ты задумайся Это не просто так Ни один Ни два раза Делай Замещание Слова Совершенно Известны Как считает Так Как по ухабам Прыгает Дальше Незаменимая Бесценная Утрата И вера В будущность И радости Труда Чем жизнь Была Среди Горести Богата Все Сгублено Бесцелье Плода Как хрупкое Стекло Все Дребезги Разбито Железным Молотом Судьбы Так вот Зачем Так много Лет Прожито В тяжелом Воздухе Средь Горя И Бойбы Стекло Зачем 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 На этой улице Зачем 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 Они Будут Жив Все Добрые Дела Его Каких Он Делал Не Припомнятся За Беззаконие Свое Какой Делает И За Грехи Свои В Каких Грешен Он Умрет Н Но Вы говорите Не Прав И Господа Пусто Послушайте Дом Израилев Мой Ли Путь Неправ Не Ваши Пути Неправы Вот место, опять писание. Каждый раз открыл, и думать-то ничего уже и не надо. Надо просто принять и поверить в это. Вопрос 2259. Девятый том открытым локом. Метрополит Виталий в таком преклонном возрасте, 93 года, не мог же и не понимать, что работник-то он уж вовсе никакой. Что же думают те, кто подбивает его держаться за свое место и вновь начать рулить? Ответ. Конечно, те, кто его хотел снова видеть на коне, они это делали от крайней безвыходности. А что делать и к кому прислониться? Третий ездер 1242. Ты один из всего народа остался нам, как гроздь от винограда, как светильник в темном месте и как пристань и корабль, спасенный от бури. Письмо омского духовенства митрополиту Виталию. Многие из нас вышли из московской патриархии, ибо не нашли в этой организации ни правды Божьей, ни настоящего православного исповедания, ни собственно духа истины. Напротив, ищущие Бога, сердце наталкивалось на лживость, равнодушие, попрание святой веры, проповеди, ереси и сувеверий, то есть на то, чем так славен наш в конец обезумевший мир. Как только появилась возможность, мы без промедления покинули беззаконную патриархию, чтобы присоединиться к истинной церкви и знанице РПЦЗ. Это наше соединение произошло просто, легко и ограниченно, в чем явно виделась воля Божия. Остается только с горечью заметить, что после собора 2000 года вместе с текстуальными идеологическими ошибками этих документов в нашу церковную жизнь вошла ложь. Впервые РПЦЗ от нас потребовали наступить на собственную совесть, поступиться истиной. Из уст преосвященных стали исходить страшные слова. Кому не нравится, тот может уходить. Таких слов Христова Церковь до сей поры не знала. Но вот среди этого безумия прозвучал ваш твердый голос, и мы узнали его. И теперь измученный церковный народ, тот народ, у которого пытались изнасиловать совесть, вопьет к вам. Радуйся, наш архипастырь. Мы вместе. Мы едины. 78 подписей. Придворным стать поэтом, что страшнее. Безвкусней не привидится в кошмарах. Родную мать под выстрелы штрафнель. Не знаешь это слово? Нет, не знаю. Не знаешь. Когда разлетаются вам все осколки, еще же не знать-то. Ни в грош он не поставит дружбы старой. Что скажет, лизоблюду лиходей, куда окажет партия смутьянов. Такой напишет гимн для нехристи людей. Зато нос в табаке и вечно пьяный. Всю жизнь сознательно он душеньку корежит. И в петитах, в сравнениях морщит лоб. Местами поменяет правду сложью. Казне господствующих присосался к лоб. Стихи и проза. Жар зовут морозом. В ладошке хлопают в рифмованные строчки. В мозгах, в учебниках занудные занозой. Блуднис восхвалит, честных опорочит. Чуть выше поднимай. С утра до вечера эквилибрист и шут Заискивает спереди и сзади. На неповрежденные закручивает жгут. Усердно пудрит детские тетради. Куда событиями ветер не подует, В каких бы катаклизмах ни трясло, Он треплет языком, нахваливает суе. Такая уж профессия к жратве и ремесло. Не человек, а бог, отец всех континентам. Усатый гуталинщик даст им блин. Сменилась власть. Стихи с иным акцентом. На рожество он с боссом приполз в Иерусалим. Стал бесхребетной тварью и обмылком. Блудливо нацепляет в темноте очки. Грабительству, тиранству, в гимнах пылких. При дворах на компьютере строчит. Найдай нам, бог, душою торговать. Вилять хвостом и нос держать по ветру. В бессмертный час им коротка кровать. И души понесут не ангелы, а черти. Вот видишь, как. Седьмой ноль шестого, ноль четвертого игла. Да. Давай теперь следующий. Вопрос 1999. Седьмой том открытым окон. Я как-то раньше не думала, почему так много на кладбище людей. Они как бы что-то ищут. Оказывается, что это не просто прохожие, а православные. И при том, кто зачем приходит, кто упоминать родных, кто пищу на могилку поставить, кто землю чудотворную взять. Давно ли это увлечение могилами пришло к нам? Ответ. А оно никуда не уходило. Как справляли тризмы, скифы, так и осталось до сегодня. Только внешнюю форму изменили немного, а так все и остается. Учат, что соприкосновение к посторонним мирам опасно и притягательно, может быть не опасным, когда оно сдобрено проповедью в храме, что участь родных и близких может быть изменена кардинальным образом. Лишь бы деньги жертвовали и выполнили все предписания о мертвых. Писание же учит нас иному. Христос показывает только два варианта. Один путь – православное кладбище, другой – благовестие. Они не пересекаются. Луки 9,60. Но Иисус сказал ему, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благорестуй Царствие Божие». Житие. Серафим Саровский. 2 января. Здесь он накрыл ее и пить трахелью, и тихо произнес молитву ко Господу и Пресвятой Богородице. Потом напоил больную богоявленской водой. Дал ей частицу антидора и три сухарика и сказал, «Каждые сутки принимай по сухарю со святой водой. Да сходи в Дивеева на могилу рабы Божьей Агафии. Возьми себе земли и сотвори сколько можешь поклонов. Она, Агафия, о тебе сожалеет и желает тебе исцеления». Синокос. Война на поле брани. Шепчет скороспелые мотивы, что нас ждет за этой общей гранью. Тлен, небытье, как у скотины. Песни о цветах и о траве, что по пояс нам и полустанку. Виден он смысл у разумей, скошенные мощи и останки. Голову под меч косу склонили, молча завалились навсегда. Им копна всеобщая могила, сенокос всеобщая беда. Для духовных, возрожденных свыше, а подсосторонним есть о чем помыслить, прозревать, увидеть и услышать, что же там за грани фактов, чисел. Красота, здоровье скоротечный, от жары глубокие морщины, взмах косы, трава вступила в вечность, от чего-то или без причины. Это разверевшая осока. Первая под выстрел и под нож. Поднимала голову высоко, где росла и место не найдешь. Сенокос, серьезнейший вопрос, отравление, голод и война. Для чего родился, жил и рос, участь разом и для всех одна. Травушка оплакана росою, перепелкам негде нынче спать. Христианам молча под косою, на допросах в войнах умирать. В житницу у Бога и Еговой собраны таланты послушания. Сеть заброшена, божественное слово, принято добрыми ушами. Игла 27.06.03 Вопрос 202 Первый том открытым окон. Что важнее при поминовении пойти на могилки или прийти в храм на службу? Ответ Когда Конфуция спросили как важно поминовение умерших, он ответил Если скажу, что это очень важное дело, вы перестанете заботиться о живых. Но если скажу, что это ничего не значит, вы вообще забудете своих усопших родителей. Когда умрете, тогда узнаете сами. Так и здесь. Непонятно, почему оно должно мешать другому. Нужно сделать то, что может прийти на службу, а потом посетить и могилки, и там помолиться. Беда в том, что у православных накрепко засело в головах и в сердцах, что они могут изменить участь родных через посещение могилок и через деньги, за которых будут творить сорокаусты и другие молитвы наемные молельщики. Галатам 6-7 Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеет человек, то и пожнет. 2 Коринфянам 5-10 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, жертв в теле доброе или худое. Луки 16-26 И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Экклесиаст 11-3 Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет. Без покаяния нет спасения, а покаяние за гробом невозможно. Иван Гриотиана 3-36 Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Осия 4-6 Истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведения, то и я отверну тебя от священодействия передо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Вот когда это считается отверг, что за недостаток ведения, они ничего не знают, отверг ведения, отверг тебе от священодействия. Ну скажите, это когда было сказано? Лет 300-400-500 до Христового Рождества. Ну кого отверг конкретно? Меня не интересует прошлое, сейчас, настоящий момент. Ну можете сказать? нет, нет, канонизирует подряд все. Ну, что на это сказать-то? Бога раз не знает, поэтому так все идет. Вопрос 2104, 8-й том открытым оком. Почему христиане сами себе предавали на мучения? Ответ. Потому что не знали Евангелия, и потому что слишком хорошо была поставлена агитация, что мученики обязательно будут канонизированы и будут в раю. Так сегодня чеченские смертницы получают жетон, что им есть место в раю. Матфея 10-23 Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Лукия, 6-е июля. Святая мученица Лукия была родом из Сицилии, из страны Кападийской. Она взята была в плен викарием Риксом, который стал принуждать ее принести жертву идолам. Но она не согласилась на это и выразила решительное желание остаться рабой Христа. Викарий пришел в умиление от ее твердости, отпустил ее и ее служана, дал ей особое помещение и дозволил ей в единении предаваться молитве. Отправляясь однажды на войну он просил ее помолиться о нем Богу и по ее молитве возвратился с войны победителем. Спустя 20 лет после всего святая Лукия стала просить Викария отпустить ее в компанию, чтобы там принять мучение за Христа. положено и как это не видеть именно так. Вот теперь мы смотрим. Вопрос 3085 16-й том открытым оком. почему 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 не всем людям отпущено одинаковое время жизни на земле? От чего это зависит? Ответ только от Бога. Но нам Бог дал власть распоряжаться отпущено нам по воле или по своей воле. Средний предел жизни в настоящее время в России у мужчин 58 лет, а у японцев 82. Считает, что японцам помогают морепродукты, хотя темп жизни у них в несколько раз более активный, чем в России. Первые люди жили дольше. Бытие 5-5. Всех же дней жизни Адамов было 930 лет, и он умер. Был и рекордсмен долгожитель. Бытие 5-27. Все же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. После потопа жили намного меньше. Бытие 25-7. Дни жизни Авраамовой, которой он прожил, было 175 лет. Бытие 47-9. И Иаков сказал фараону, «Дни странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Притчи 3-й глаз 1-й повтор стих. «Сын мой, наставления моего не забывай, и заповеди мои да сохранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе». Непонятно, откуда Давид вывел, что срок жизни человека 70 лет. Может, от своего царства Псалом 89-10. В ней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро и мы летим». 2-й царств 5-4 «30 лет было Давиду, когда он воцарился, царствовал 40 лет». 3-й царств 22-я глава 43 стих «35 лет был Иосафат, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме». «Казалось бы, чего не царствовать, живи в свое удовольствие хотя бы сто лет, но жизни нет». 4-й царств 8-17 32-х лет был он Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. 4-й царств 21-й глава 1-й по 2-й стих 16-й 12-й лет был Манасия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодно в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов израилевых. Еще же пролил Манасия и весьма много невинной крови, та, что наполнил ею Иерусалим от края до края, сверх своего греха, что он завлек Иуду в грех. Дело неугодно в очах Господних. Отца стал больше всех, как Сталин, 29 лет. Вот персоны, известные миру, из которых никто не дожил до реченных 70 лет. Нерон, Клавдий Цезарь, с 37 по 68, римский император, 54 года, с 54 31 год прожил, да? 31 год, уже умер. Александр Невский, около 1220 сколько лет жил? 43 года. Роман Алексей Михайлович, 47 лет, русский царь, с 1645 сын Михаила Федоровича, первого царя. Аввакум, Петр Кондратьев, Петрович Кондратьев, с 1620 или с 1625. Сколько? 62 года, но его сожгли. Лютер Мартин, 63 года, Бах Иоганн Себастьян, 65 лет, Моцарт Вольф сколько? 63 года, Моцарт 35 Тихон 60 Это патриарх. Троцкий 61 год, Гоголь Николай Васильевич 43 года, Доре 51 Павел Первый 47 лет, Наполеон Первый 52 года, Пушкин Александр Сергеевич 37 лет, Лермонтов Михаил Юрьевич 27 лет, Кольцов Алексей Васильевич 33 года, Нацан Семен Яковлевич 24 года, Белинский 37 лет, Никитин Иванов Савич 37 лет, Ушинский 46 лет, Писарев Константин Дмитриевич 46 лет, Писарев 28 Писарев Дмитрий Иванович 28 Николай Первый 59 лет, Александр Первый 48 лет, Вступил на престол после убийства Павла Первого в результате дворцового заговора был женат 47 да, Александр Второй 63 года, Александр Третий 49 лет, Петр Первый Великий 53 года, Ползунов Иван Иванович 38 лет, Петр Второй Алексеевич 15 лет, да, Петр Третий Федорович 34 года, Кутузов Михаил Иларионович 68 лет, Маркс 65 63 Геббельс Геббельс лет, Нобель 63 года, Есть и дожившие до значенных 70 лет, но воспользовались ли они своим правом прославить Христа при жизни своей? Сергей Радонежский Радонежский лет, Никен Патриарх 76 лет, Суворов Александр Васильевич 70 лет, Даль Владимир Иванович 71 год, Сергий Иван Николаевич Строгородский 77 лет, Крылов Иван Андреевич 76 лет, Гюго Виктор Мари 83 года, Ньютон Исаак 84 года, Дарвин Чарльз Роберт 73 года, Шоу Джорд Бернард 94 года, Эйнштейн Альберт 76 лет, Хрущев Никита Сергеевич 77 лет, Марцинковский Владимир Филимонович 87 лет, как долго жил, Аденааур Кондранд 91 год, Павлов Иван Петрович 87 лет, Толстой Лев Николаевич 82 года, Черчилль Уинстон Леонард Спенсер 91 год, Эйзен Хауэр 79 лет, Сталин Иосиф Виссар Иванович 73 года, Кем Ир Сен 82 Мао Цзэ Дун 82 Чан Кай Ши 88 Псалом 101 25 стих Я сказал, Боже мой, не восхейте меня в половину дней моих, твои лета в роды и родов. Сирахов 19 8 Число дней Человека много, если сто лет, как капля воды из моря, или крупинка песка, так малы ли та его вне вечности. Матфея 16 26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дашь человек за душу свою? Псалом 49 22 Уразумейте это забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Сираха 38 28 Жизнь человека определяется числом дней. Премудрость Соломона 2 2 глава с первого повторности Неправоумствующие говорили сами в себе. Коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто освободил из ада. Случайно мы рождены, и после будем, как небывшие. Дыхание в ноздрях наших дым, и слово искра в движении нашего сердца. Сираха 45 8 Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их. И есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделали скабы небывшими, и дети их после них. Псалом 89 12 Научи нас так счастлив дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Сираха 8 39 Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. Вошли уже в историю, хотя непосеместно, под поясок рубашки на выпуск по старинке. В три погружения уже повсюду ныне крестят, в чем явно преуспели, о том сильнее крикнем. Что сделали еще, сумели отличиться, за что боролись, а теперь вкушаем. Конечно, дисциплина все идеально чисто, конечно, община пока что небольшая, но труд, затраты смогут окупиться, когда душа у веров приносит раскаяние. Некрашенные сестры, небритые братьев лица, всех первых дней и стонов окаянных. И каждый, все на курсы к нам ходили, исследовали Библию, приняли толкование. В те времена не знали про мобильник, заочного не знали с врагами расставания. Кто за наживой бросился, базар таких увлек. От них для псов одни колбасные обрезки. Огонь давно погас, остыл и уголек. Ушли и вымелись с невообразимым треском. У общины историю фиксирует дневник. Придерзким и завистливым здесь было неуютно. Фамилии отступников и фото все для книг. Но вспоминая горести, припомнишь и беспутных. Снова прочитай. Все слова известны. У общины историю фиксирует дневник. Придерзким завистливым завистливым здесь было неуютно. Фамилии отступников и фото все для книг. Но вспоминаю горести припомнишь и беспутных. Для тайной исповеди находили место. Библейское читается по-русски с выражением. Призлительном устава выговорят резко. К лукавым, непослушным ползает отторжение. Иди, посмотри. У общин уже оформившийся вид и грудит два завета подобным башням стражи. На русском, на понятном к нам Муэнзин давит, а секты разномастные давно уже не страшны. Похоже на осколок апостольских времен, помятые канонами глухих богослужений. Богоприимцем станешь, как старец Симеон, и впереди не отдых, а множество осторожений. Все. Я и думаю. Симеон.